это из-за глобального потепления верите в него я верю потому что в россии теплее каждый год теплее 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 сейчас так много разговоров об одиночном женском фигурном катании о наших юниорках которые пришли во взрослый мир и теперь побеждают всех об александре трусовой чербаковой косторной и так далее ну и конечно алина загитова и евгения медведева до сих пор популярны не только россии в россии но и во всем мире в частности в японии где у них просто миллионы поклонников но вот мы часто говорим о японии и фигурном катании как о неких таких связанных вещах а ведь не все помнят что у нас есть прекрасная фигуристка которая отказалась от японского гражданства чтобы выступать за сборную россии и между прочим она живет в петербурге до сих пор она участвовала в олимпиаде и она чемпионка европы двукратная по фигурному катанию юка кавагути чем она занимается сейчас в чем участвует какие у нее проекты и какова была ее карьера собирается ли она вернуться в японию давайте спросим у нее свое время когда вы только приехали впервые петербург более десяти лет назад вы говорили что вас очень поразило что вот на улице все такое черное в декабре грязный снег на это я это не помню но еще тогда не так грязно и потому стоит тогда еще холодно чем сейчас сейчас теплесно поэтому грязно это из-за глобального потепления наверное да вы верите в него я верю потому что в россии теплее каждый год теплее 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 каждый год все теплее а в японии кстати как в японии тоже тоже да страшное дело вот и доказательство глобального потепления но вы уже больше десяти лет вы привыкли вообще к петербургу с точки зрения вот сравнение все-таки сильно отличается от японии страна но когда я прилетаю откуда-то петербург я чувствую домой прийти домой да домой да хотел у вас еще в этом плане вот что спросить когда вы только вот привыкали к санкт-петербургу к местной кухни со мной учились много много ребят из японии они говорили что вот когда приехали не могут привыкнуть к здешней еде например ну я не говорю о суши что они вообще как бы не 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 такие да по просто местная еда говорят не можем есть у вас было такое нет насколько я и в ресторане очень редко хожу всегда мышка маниколандов домашний очень вкусно у каждого своих но очень вкусно и особенно мышка маниколандова очень париж весь он же один из ваших тренеров на то есть это сам мои самые первые тренирую он мне на у тебя база парное катание и когда еще в сша сша и здесь тоже немножко ваше время помогал и он прекрасно готовит суп больше 8 сейчас он перестал но мне очень нравится как он готовит а сейчас . там николаевна она тоже прекрасно готовит я только ее блюдо им понятно питаетесь дома полный пансион да понятно смотрите у александра смирнова сейчас собственная школа фигурного катания вы помимо участия в шоу еще чем-то занимаетесь какими-то проектами работа я с японскими детьми работаю никакой школы нет но растут раз на неделю как в идее физкультура а где таблики основном именно так удобно потому что в школе оказывается у них нет физкультура такая хорошая и как бы я просто гоняю чисто не ради фигурного катания просто держать форму сейчас у вас смотрите наверно больше свободного времени чем когда была профессиональная карьера когда был строгий такой цикличный график и вы тогда говорили что ну как бы понятно что было мало времени на сон и вам часто снились сны на трех языках на японском американском сейчас тоже а как это я просто я это как бы болван и знаю только один язык и плохо 2 английский как это может так снится на разных языках это я не знаю на голове так иногда на японском иногда но английский уже очень редко бывает но русский английский кто появится все как вы думаете почему сейчас за моей спиной так много журналистов как будто будет пресс-подход к самому президенту россии на самом деле это очень близко татьяна навка расскажет о своем ледовом шоу расскажет об образах которые воплощены о звездах шоу-бизнеса которые участвуют в ее шоу о зрителях сегодня намечается аншлаг в 7000 зрителей здесь в юбилейном и в последующие дни видимо организаторы ждут того же самого попробуем спросить у татьяны навки и о современной ситуации в фигурном катании разумеется о наших юниорках которые начали свой путь во взрослых соревнованиях об алине загитовой о парном фигурном катании да и вообще обо всем давайте сейчас подождем и начнем очень важная фотография в моей жизни с татьяной навкой сейчас я перелезу на лед могу упасть как свое время упал жузе мауриньо в балашихи 3 в балашихи сейчас смотрите возможно я упаду через несколько секунд ждите сейчас саспенс стою я стою у меня нет палончика но я сейчас запишусь в очередь сфотографирую татьяной навкой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию надо пройти несколько около двух метров и не упасть пока главный челлендж я еще два два человека и все потому что не отбежает простите да я тоже взрослый можно со мной все спасибо удалось я даже не упал спасибо к сожалению пообщаться с татьяной навкой в этот раз и не удалось подробно может быть это и к лучшему потому что вокруг нашего фигурного катания в последнее время складывается достаточно нездоровая дискуссия это и понятно ведь юные ученицы этари тут беридзе пришли и устроили такую бешеную конкуренцию что на мой взгляд все должны просто обзавидоваться нашему российскому фигурному катанию юка расскажите пожалуйста вы сейчас участвуете в ледовом шоу татьяны навки о своей роли расскажите моя роли рыбачка рыбачка возлюбленная вам этот образ близок который вы воплощаете сейчас на льду не очень вы больше каким-то другим образом склонно да у меня веселее хочется но такая такая роли тоже я смогу я смогу вы конечно прекрасно знаете каким большим спросом ледовые шоу пользуются в россии какой популярностью и телевидение в свое время задало этому направлению большой такой стимул инерцию к росту и действительно сейчас они выполняют большую социальную функцию для фигуристов ведь очень много известных петербургских в том числе фигуристов таких как например евгений плющенко завершили карьеру и они хотят проявлять себя дальше проявлять свой уже не прыжковый а творческий и художественный потенциал и ледовые шоу это прекрасное место для этого ведь смотрите что сейчас у нас происходит действительно пришли очень молодые девушки например фигурное катание да и молодые люди возраст такой спортивной карьеры он уменьшается а что делать этим людям конечно продолжать зарабатывать деньги и радовать зрителей вот такими вот прекрасными представлениями а какая у вас вообще любимая роль в вашей карьере фигуристки которую вы воплотили и прочувствовали в программе манфредс да манфредс это сильно еще февраль у меня каждая программа имеет свою роль и мне все очень понравилось и лебедь больше всего лебеди ну и вам получается помогала всегда воплощать тамара москвина вы во многом ради нее в свое время сменили гражданство сначала поехали к ней в сша затем сменили отказались от японского гражданства приняли российское вот сейчас вы уже когда завершили профессиональную карьеру то нет у вас не возникает ли на иногда желание может быть вернуться в японию или не то что иногда у меня очень чаще часто часто такое возникает еще равно сейчас пока мне тянут к россии и хочется еще быть рядом с товар николаевна помогать если я смогу чем-то помочь но еще я хочу покататься но вообще вы собираетесь впоследствии потом вернуться до в японию пока не знаете скажите сейчас за современным фигурным катанием следите за всем или только за кем-то конкретно я честно говоря не свяжу не с кем вообще вообще не но я как специалист технический специалист мне это надо и мне это интересно вот эта работа я не люблю не очень это не мой смотреть фигурным катанием но как технический специалист мне интересно смотреть парное катание ажношим катание а сейчас я поеду в японию гран-при комментировать на местном телевидении да 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 на японском языке понятно да а в токио в следующем году поедете на олимпиаду в качестве может посла у вас да очень хочется но пока у меня такой связи нет но очень хочется помочь спортсмен как адаптация да как русские страны как и я хочу быть между японии россии как доли мост так хочется и использовать свои джип это моя работа как тренера я еще не очень а какой можете такой первый главный совет дать вот я болельщик или спортсмен отправляются японию что вот такое я должен знать может быть опасаться чего-то или наоборот знаете как фильмах показывают там эти бумажные двери через которые как бы нельзя пройти но я имею ввиду там разрывают в общем какой-то набор стереотипов когда красный свет нельзя переходить дорогу вот все даже машина нет надо следить есть зеленый свет можно приходить она красная нельзя вот то есть там в японии все еще еще строже с этим чем чем у нас в россии понятно а скажите когда вы начинали заниматься фигурным катанием в общем в очень раннем до возрасте насколько я понимаю с пяти с пяти лет но начали но это да снизили да вот я про это и хотел спросить что в японии ведь тогда не было популярно фигурное катание а в какой момент все это закрутило завертелось и таким образом что сейчас но по сути например в женском одиночном катании япония россия две главные страны когда чемпионка появились но на все равно не развитого но не дали то она тоже один питающий чемпионка поэтому всегда у нас было но у нас каток очень мало так много как в россии нас нету возможности поэтому все ездить за границы и тренирует а какой в японии вид спорта номер один самый популярный дзюдо или какой-то другой не знаю попу что популярен на но бейсбол а бейсбол да еще но это вот американские веяния да 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 вот хотел вас спросить еще в плане как раз популярности фигурного катания ведь в японии очень популярный российские фигуристки например алина загитова и евгения медведева вот вы когда вы были в японии но или просто со стороны наблюдая замечаете а кто вообще-то вот самый популярный российский фигурист или фигуристка все-таки медведева загитова или кто-то другой я выполнила пока когда они катаются поэтому не это не могу сказать но все-таки в японии когда конечно японцы очень любят русских юристов русский и даже японцы любит русский балет и они все к вашим культуре русский культуре относится с уважением поэтому а почему это наверное из-за того что русские фигуристки вот такие как бы эмоциональные ну артистичные или по какой-то другой причине то есть для 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 меня загадка почему именно вот русских фигуристок в японии так так любят сильно потому что они хорошо кататься да 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 я понял еще красиво мой девушка очень красиво до risker еще на очень красиво поэтому а вот в парном катании сейчас просто в одиночном женском катании соревновательность прыжки и все все такое в парном катании все-таки больше артистичности на ваш взгляд или тоже Нет, тоже, потому что у нас из-за правила другой выбор нет. Надо уровень повесить, это нас ждет только техническая сторона. И так очень много правил, это четко, очень много следить еще и выполнить все вот этот уровень. Получается только технический, а артистизм, ну, уходит. В этом плане, кстати, многие же критикуют фигурное катание, в плане того, что маленькие. Мне кажется, очень, да, немножко скучно смотреть там, потому что нет изюминка, просто нет времени добавить изюминку. Как роботы, получается, а не прыжки-прыжки. Не то, что только прыжки-прыжки, даже на спарное катание, подвижка надо, так вот, 3-4 уровень, даже красивая поза, но это не считается сложностью. Тогда что надо делать на соревнованиях? Зертва, вот эта красота, делайте уровень. Да. И так тысячи вариантов не бывает, и получается, все одинаковые позиции, и получается сложность уровень. Ну, это спорт, так и надо, но очень жарко, что красота фигурное катание немножко, пока зертва. Да, тем более жалко, что вы же в свое время пришли. Все, звонок, мы подождем. Еще хотел пару моментов просить. Как-то очень громко прозвучал. Страшно. Да. Вы же в свое время как раз пришли в фигурное катание, посмотрев на выступление Елены Бережной. Понятно, что вас, наверное, впечатлила прежде всего красота женственная, артистичное катание, а не то, как они прыгали. Да, да. Красота. И хотел вас спросить в этом смысле, вот есть сейчас одиночницы в России, вот юные девочки, воспитанницы Этери Тутберидзе, Трусова, Косторная, Щербакова. А что делать девочкам, которые еще молодые совсем, таким как Алина Загитова, но они продолжают выступать, но вот уже им трудно на этом уровне. Может быть им, как и вам, переехать в другую страну, сменить гражданство, то есть та же самая Алина Загитова, у нее очень мало шансов попасть в сборную на следующую Олимпиаду, получается. А кто знает, не знаете, никто не знает, как это будет с этими четыре номера, с юниорским катном, поэтому у нее тоже есть шанс. Есть шансы продолжать и бороться с юниорским, то есть сдаваться никогда не нужно. Думаю, нет. В этом плане и Елизавета Туктамышева, ей тоже 22 года, она сама себя периодически называет пенсионеркой до фигурного катания, но это же бред. Да, блин. То есть еще все впереди, пусть катаются. Да, пусть катаются. Понятно. Вы в свое время сказали, в 2016 по-моему году, что читаете Агату Кристи на русском языке, учитесь, продолжаете. Сколько вот уже книг на русском языке прочитали, есть ли на это время? Я сейчас очень много читаю, я сейчас переходим на японском языке. Ага, переходим на японский, да, читаете? Еще долго вы получали права, насколько я помню, сначала мечтали об этом, водительские. Ага, я недавно получил права, японские права, даже 3 недели назад. Серьезно, поздравляю вас. Спасибо за это, да, спасибо. А автомобиль у вас уже ест? Нет, нет. Вы не ездите? Мне надо было права японские именно. В Японии права очень важны, как паспорт. У нас паспорта нет внутренних, как в России. Права это все говорят. Внутри иностранца очень, очень, очень супер строго получить японские права. Это как будто я против гражданства японских и победы на Олимпиаде. Да, серьезно. Я вас поздравляю. Спасибо. Но вы уже собираетесь приобрести автомобиль и кататься по российским дорогам? Не знаю. Страшно здесь? Нет, не страшно, почему я тут проезжала, здесь права. Не страшно, просто у меня дома, рядом метро, мне пока не так надо, не нужно. Понятно. Юка Кавагути, чемпионка Европы. Пожелаем удачи в дальнейшей карьере. Юка, спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok